Агент Дженсен, у меня будут из-за тебя неприятности? Нет, сэр. Нет причин опасаться. Девушки отдыхают. Эта игра вышла полтора года назад, все уже и забыли о ней. И будут безусловно правы, но поскольку у вашего покорного слуги, как всегда, очень туго со временем, поэтому мои руки дошли до неё только неделю назад. Время работает против нас. Вы, наверное, уже привыкли, что я делаю разбор игры зачастую в тех случаях, когда она мне действительно зашла. И забегая наперёд, скажу, что Mankind Divided как раз этот случай. Давненько не было, чтобы я почти все выходные просидел за игрушкой. У Eidos Montreal получилось создать отличнейшее продолжение истории Адама Дженсена, ничуть не уступающие оригиналу. Расстроила меня, пожалуй, только оптимизация, но об этом позже. События в Mankind Divided разворачиваются спустя два года после событий Human Revolution. Инцидент на Панхее просто взбудоражил мировую общественность. Аугментированные люди стали практически вне закона. ООН готовит очередную резолюцию, дабы отделить аугов от чистого населения и содержать в отдельно отведенных местах. Они это называют города будущего, но по своей сути – резервацией. Основным местом действия выступает столица Чешской Республики – город Прага. Одно из немногих мест, где к аугментированным относились более-менее по-человечески. Но теракт на железнодорожной станции «Ружечка» резко меняет ситуацию. Меры безопасности усиливаются, а полиция получает практически безграничные возможности. Стоит ли говорить, что без служебного удостоверения, которое проверяют на каждом шагу, Дженсену пришлось бы крайне туго. Кстати, сам Адам сменил работу и теперь состоит в Опергруппе 29 – это специализированное подразделение Интерпола по борьбе с терроризмом. И вот с такой стартовой площадки мы начинаем распутывать клубок загадок и хитросплетений коварных иллюминатов. Куда ж без них. Графически игра подтянулась в сравнении с Human Revolution, но сказать по правде – незначительно. На 2016 год она выглядела вполне второсортно, а анимации в некоторых сценах могла бы позавидовать даже Андромеда. Еще более удручает ситуацию то, что игра достаточно прожорлива, как для своей картинки. Тот же Ведьмак с более привлекательной графикой и открытым миром жрет гораздо меньше ресурсов. Скажу честно, изначально я испытывал нереальные трудности в перестрелках, так как в пиковые моменты мой фреймрейт проседал даже ниже 20 кадров. Сами понимаете, какой это ад целится в таких условиях. Потом конечно привык, но в большинстве случаев все равно старался избегать лобового столкновения, отдавая предпочтение бесшумному прохождению. Поэтому друзья, для этого видео я взял сторонние видеоматериалы, дабы не травмировать ваше зрение низким фпсом. Что касается геймплея, он шикарен. Как и предыдущая часть, Mankind Divided представляет нам несколько способов решения вопросов. Вы можете идти напролом, рубя всех налево и направо своими аугментациями, использовать широкие возможности стелс-прохождения, проникнуть через вентиляцию, канализацию, стащить пропуск, взломать компьютерную систему и так далее. И такая вариативность действий применима практически к любому заданию. В этом я считаю весь смысл обновленного Deus Ex. Выбирай именно тот стиль прохождения, что близок конкретно тебе. В плане аугментации Дженсен тоже обновился. С ним произошел кое-какой инцидент после событий на Панхее, в результате которого он обзавелся парочкой сверхнавороченных имплантов, среди которых нано-защита Титан, возможность удаленного манипулирования электроникой, пушка Тесла для дистанционной нейтрализации противников и много чего еще. Для поддержания работоспособности этих игрушек требуются значительные запасы энергии, и разработчики предусмотрели, что наши батареи могут самостоятельно восстанавливаться со временем, благодаря биопроцессам в организме. Аналогичная ситуация и со здоровьем. Но чтобы мы бесконечно не юзали киберспособности, становясь неудержимым терминатором, введены все-таки некоторые ограничения. Так, в большинстве случаев, если запасы батареи падают до критического уровня, они восстанавливаются только до конкретного незначительного показателя. Дабы батарею восстановить полностью, понадобятся специальные клеточные батареи. Уж извините за каламбур. Их вы можете найти на уровнях, исследуя помещения, забирая из квартиры беспечных аугов, ну, либо же крафтить самостоятельно, благодаря наборам для сборки. Каждый из имплантов подвергается прокачке, для которой нам понадобится праксис. Он выдается при наборе опыта, либо же в редких случаях может быть найден в тайничках, но для этого придется постараться. И дабы максимизировать накопление опыта, я крайне советую проходить все квесты, в том числе второстепенные. Последние, кстати, в некоторых случаях мне понравились даже больше основной сюжетной линии, как, к примеру, расследование убийства аугментированных жителей Праги. Более рассказывать не буду, дабы не спойлерить, вы должны сами в это сыграть. Нетерпимость к аугам чувствуется прям на каждом шагу, и ты веришь в происходящее на экране. Сценаристам и постановщикам удалось очень четко передать атмосферу киберпанка, и это, безусловно, радует. Оторваться от игры тяжело, еще и благодаря отличному музыкальному сопровождению, которое тоже очень четко вписывается в общую картину. Не вздумай только слететь с катушек, железер. Если извлечу Макритера, то ты даже испугаться не успеешь. Кто бы что ни говорил за нашу локализацию, как по мне, она получилась хорошей, особенно главный герой. Голос Артема Кретова, ну, очень подходит Дженсену. И это я еще заметил в Human Revolution. Спасибо Артему, не подвел и этот раз. Единственное, в моей версии игры встречались баги, когда голоса персонажей то звучали достаточно громко, то тут же резко затихали. Но, может быть, я смогу помочь тебе? Мы можем договориться. И как же договориться? Тебе повезло. Я знаю одного парня, настоящего... эксперта в делопроизводстве. Причем такое встречалось на протяжении всей игры. Напоследок, хочется сказать, что... Мало. Я хочу еще. Игра мне показалась достаточно короткой. Я, конечно, не помню уже, какая была продолжительность у Human Revolution. Но в подобных играх хочется задержаться подольше. А еще, если вы с открытым миром... Ну ладно, оставим эти мечты для Cyberpunk 2077. Как вердикт, играть всем обязательно, если, конечно, вы этого еще не сделали. Я не пожалел ни об одной минуте, проведенной в игре. И надеюсь, что последующие похождения Дженсона, если таковые, конечно, будут, ничуть не уступят тем достижениям, которыми могут похвастаться Human Revolution и Mankind Divided. Спасибо вам за внимание и до скорых встреч на канале. Субтитры создавал DimaTorzok